Когда вам не хватает собственных сил следовать доступлению Духовного Учителя, мы даже не надо просыпаться на Гуру. Мы не обращаемся к Гуру и сказали, «Правитель на смелость». Духовный Учитель нам помогает, и спустя какое-то время мы с Гуру можем просыпаться, и мы опять обращаемся к Гуру. Это нормально, что мы со временем с такими тройками беспокоим, так скажем? Не будет ли это являться эксплуатацией? Иногда, мне кажется, у преданных вот такие просьбы и зависимость – они лишь способ привлечь к себе внимание Духовного Учителя. Приятно же, когда он спасает, и преданные создают себе проблемы или придумывают их для того, чтобы привлечь к себе внимание Духовного Учителя и Кришны. Это вот особенность психологии преданных. Но в целом, если мы хотим, посмотрим на себя и на ситуацию с нашей духовной жизнью не у глазами Духовного Учителя, то что он сам хочет от нас? Каким бы мы должны стать, чтобы Духовный Учитель мог уйти из этого мира в Духовный мир спокойно? Ну хорошо, вот он, допустим, дай Бог живет здесь еще 50 лет, и все эти 50 лет будет нам лично помогать вставать рано, звонить по телефону или по скайпу или по телеграмму и будить нас. А потом поймет, что нужно не будить, а укладывать накануне, пораньше. И еще как-то дистанционно отключать наши мобильные устройства, чтобы мы в них не залезали, потому что иначе мы точно рано не ляжем. Ну представьте себе, он 50 лет этим занимается. И потом ему нужно уходить в любом случае. Будет ли он счастлив, спокоен за то, что сейчас он уйдет и поймет, что завтра мы снова проспим, потому что теперь он не позвонил? Нет? Он ему хочется увидеть, как мы автономно можем предаваться сами. В этом признак взрослого, преданного, зрелого. Он может автономно предаваться и автономно предлагать усилия к тому, чтобы самому или самой принимать правильные решения и строить свою жизнь так, чтобы от физического присутствия духовного учителя его духовный прогресс уже не зависел. Тогда духовный учитель переселяется в сердце в форме наставлений, которые мы все время можем жить. Вот этому нужно научиться. В этом его роль. Не в том, чтобы нас постоянно будить или укладывать, или утешать. Он не психолог, и не психотерапевт, и не менеджер, и не, как это называется, решала всяких трудностей. Как вот в одной ядре они будут говорить, где духовный учитель по совместительству GBC приезжает туда. Хотя, наверное, такое можно про всякие ветра сказать. Много ветра попадают под определение. Приезжает, и к нему приходят, как будто ждут его приезда и накапливают проблемы. Специально к его приезду. И начинает жаловаться. Выстраивается очередь людей, две очереди, жалующие друг на друга. А чё он? А чё она? А чё они? Как в детском саду. Это не удовлетворяет духовного учителя. Такая зависимость от него. Вначале, да, это забавно, когда дети зависят. Это вызывает естественные родительские чувства. А потом, если ребёнку три года, нормально ещё. Четыре, ну, как-то куда-нибудь шло. Шесть — уже так чуть-чуть напряжено. А если десять — это уже совсем уже никуда. А если ему пятнадцать или двадцать лет, и он по-прежнему так все ведёт, то это уже патология. Это патология, это горе для духовного учителя понимать, что все его ученики или большинство их коништхи и неофиты, которые вот уди из материального мира духовного, они все посыпятся сразу. Передерутся, перессорятся, разойдутся, попадают, а потом будут меня в этом винить. Вот гурмарш ушёл. Очень плачевное положение. Поэтому, да, нужно расти. Если вы хотите... Ну, я сейчас не к вам конкретно обращаюсь, если мы хотим расти, но нужно принимать прибежище не у самого духовного учителя даже, вернее, как у самого, но у него в форме преданных его учеников, которые достигли успеха, которых он смог воспитать, которые стали взрослыми. Они свидетели его успеха. И у них учитесь. Как ни раньше на Махарашка ему приходят преданные с какими-то проблемами, новые ученики и ученицы приходят. И мне, как секретарю, иногда я служу как секретарь, ни раньше на Махарашу приходится по его наставлению спрашивать его преданных, а зачем вы идёте на старшего? Что вы хотите обсудить? Какой вопрос? Сформулируйте ваши вопросы или вопросы, я ему передам. Это то, что Махараш просит от меня вкратце сформулировать. Он посмотрит на эти вопросы и скажет, да, вот с этим преданным я буду на эту тему встречаться, а с этим не буду. Иногда преданные видно, что они придумывают повод встретиться. Главный повод, я давно с ним не, извините за выражение, не виделась. Обычно так звучит в этой категории преданных. Не всегда, нет, не всегда. Но, как правило, просто вот давно не виделись. Я его давно не видела, не встречалась. И он часто говорит своим преданным ученикам, особенно новым, которые недавно получили посвящение, спрашивает у них, а вы обращались к моим старшим ученикам или ученицам с этим вопросом? Вы пытались с ними обсуждать этот вопрос? Потому что несколько причин. Во-первых, потому что я на него уже не помню сколько раз отвечал, и в лекциях, и в частных беседах. А во-вторых, я многих из них научил на эти вопросы отвечать и эти проблемы разрешать. И если я этого не сделал, если у меня нет таких учеников, и вы их не можете найти среди моих учеников, что я их научил на эти вопросы отвечать и так вам помогать, как мне вставать рано или ложиться рано. Если я их за 20 или 30 лет этому не научил, то у вас какой шанс, что вы ко мне обращаетесь? Я их за 20 лет не научил, а вы ко мне приходите и вас тоже не научу. А если научил, так идите учитесь у них. Они вас научат. Я буду очень доволен тем, что я вас передаю в их руки. Я уйду из этого мира рано или поздно, говорит духовный учитель и думает. Я хочу вас поручить заботам тех, кто здесь останется, кто будет меня представлять. Вот они, мои ученики. О духовном учителе, о его величии нужно судить не по лекциям, не по числу учеников, не по проектам, которые он развивает, а по тому, сколько чистых преданных он смог воспитать. Вот его главная функция. Как врача. Не по тому, сколько он лечит людей, а по тому, сколько он вылечивает. Каков процент исцеления у него. А то, как в том анекдоте будет, человек приходит к врачу и говорит. Вы знаете, доктор, я вот боюсь по врачам ходить. Я слышал, что вот ты приходишь к врачу с простудой, а потом умираешь от аппендицита. И врач говорит, да нет, вы не беспокойтесь. Ко мне те, кто с простудой приходят, от простуды же умирают. Со мной не страшно. Кого он вылечил? И что он от вас хочет? Он хочет, чтобы вы были частью успеха его, а не частью неудачи. Если даже таких вещей и такие вещи нам нужно учиться у духовного учителя непосредственно и постоянно, может быть, мы рано начали. Может, нам еще рано принимать духовного учителя. Может быть, нам что-то другое нужно сделать в жизни, чтобы научиться этим элементарным вещам. Поэтому Пропадов говорил в своих наставлениях ученикам снова и снова в письмах, «До каких пор я буду вам эти проблемы решать? Дайте мне возможность сосредоточиться над тем, ради чего я пришел, книги написать. Почему я должен все время ваши дрязги разбирать?» Он говорил своим ученикам. «Вы мало киртом поете вместе». Его был диагноз и лечение одновременно. Он говорил, «Никакой духовной жизни не может идти речь, если вы не можете и рано ложиться спать, и рано вставать». Ну, про рано ложиться спать сегодня не говорим, рано вставать. И не повторять 16 кругов, которые обещали, что здесь сложного. Не приходить на Мангаларати. Сегодня на Мангаларати было трое. Двое? Двое. Двадцать половиной месяцев. Пуджари, да, да. Был Пуджари и двое. Приходить на Мангаларати, Багва там, книги читать, которые я вам оставил. Читаете? Вы читаете? Это как вот человек приходит к врачу, а я что-то не вылечиваюсь. А вы лекарства принимаете? Нет. Я думал, как-то я так вылечусь. Как вы так вылечитесь, если не лечитесь? Вот так. Поэтому Прабхана говорил, «Никакой духовной жизни не может идти речь, это его слова. Не мои. Я таких светских слов не имею права говорить». Но он говорит, «Никакой духовной жизни не может идти речи, если мы не встаем рано, не повторяем джапу в обществе преданных, желательно не читаем книг, не принимаем просад». То есть, значит, нам нужно предложить, чтобы его принимать, потому что откуда она еще возьмется? Просад. Вот так. Элементарные вещи. Когда мы вот сможем им стабильно следовать, тогда Духом Учитель сможет нас как-то использовать для чего-то большего. Но появится больше ресурсов для его миссии. То, что он сам по-настоящему хочет сделать через нас. А пока вот так. Не знаю, ответил ли на ваши вопросы или нет, но я бы постарался. Давайте закончим, дорогие. Спасибо. Поехали. Спасибо. Спасибо. Спасибо.